А вот мы и дождались того самого момента, когда интернет-аудитория требует правды. Я ее приготовлю. Вместе с кафе Советский Союз. Дело в том, что интернет-аудитория, это оказывается больше, чем город Магнитогорск. И для того, чтобы посмотреть сюжет, вам всего немного-то надо. И теперь будет много правды. Что вам надо? Если у вас нет интернета, вам необходимо модемчик купить. То есть, правды ради скажу, все операторы сотовой связи в городе Магнитогорске козлы кончены. Потому что если это безлимитный интернет, то он какой-то тормознутый. Как может быть безлимитным интернет, если вам там дают всего 500 метров, а потом скорость падает просто до уровня унитаза? Это все у меня накипело. Но все равно вы сможете посмотреть небольшое количество вот этих дивных сюжетов с Ютьюба. Ой, как же я сегодня забодался. Это делает каждый первый мужик. То есть, нормальный человек пашет с утра до вечера. А как ему надо отдыхать? Естественно, вот так вот. И теперь, правды ради вам скажу, что алкоголь в больших количествах все-таки мужчинам полезен. Потому что он, во-первых, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. Во-вторых, вообще успокаивает нервную систему, и вы живете дольше. Потому что, извините, но россияне немного пьют. Гораздо больше пьют в Италии, в Испании, в Японии, в Германии. Но вот они и живут дольше, потому что, ну, наверное, потому что и пьют дольше. Кстати, эти сведения не мои, я их почерпнул из англоязычных источников в интернете. Как у нас пить, получается, ну, вот сложно. То есть, лучшая альтернатива, это вечером, доехал до стоянки взять, ну, чекушку и треснуть ее. С чем вы ее будете пить? А теперь поподробнее. Так вот, что же пить-то? Категорически запрещено пить крашеные напитки и с высоким содержанием сахара. Забудьте про все коктейли, забудьте про пиво. По крайней мере, пока вы его не проверили. Необходимо пить либо сухое, красное, хорошее вино, либо водка. Что я сейчас и сделаю. Потому что я, говорю, замордовался. Из всех сортов водки, представленной в любом магазине, извините, только один-два пить-то можно. Тут вам придется проэкспериментировать, на что у вас печень ее тянет. Ох, а чем же закусить-то? Еще более интересный вопрос. Хорошо пошла. Прямо аж и сужена выделилась, и желудочек так сказал. Дай-ка мне быстренько что-то покушать. Ништяк, огурчик. Где огурец-то взять, где капусточку взять? Да негде ее взять вечером. Что вы будете делать? Поедете в магазин, либо пиццу закажете. Про магазин вообще разговор особый. Теперь давайте голову включать. Что у нас в магазинах-то творится? Боже мой, соя, голимая соя. А, я вам расскажу, из чего сосиски утренние сделаны. Из манной крупы. Представляете, я в свое время мечтал, что была у меня мороженка со вкусом колбасы. Сейчас они и делают ее. То есть манная крупа, кусочки свиной шкуры, перемолотые кости птицы. Нормально? Аппетит еще не пропал. Это сосиски. Примерно то же самое в колбасе. Вот, теперь про этот. Да, про что, про что? А, вот. Про другие вещи. То есть в магазинах в большом количестве полуфабрикаты у нас есть. Представляете? Ну, купили, допустим, корейской морковки. Какие-то копейки стоят, да? 100 грамм всего 34 рубля. У вас калькулятор здесь есть? То есть килограмм морковки, натертой, стоит 300 рублей. Вы что, с дуба рухнули, что ли? С на нем сложно это сделать. За 300 рублей я, наверное, 50 килограмм морковки куплю. Ну, может быть, поменьше. Так, теперь вот всякие вещи, которые мы раньше не ели. Это свинина. Представляете? Красиво так написано. Щековина копченая. То есть свиньи берут щечку, да? Коптят ее. Но осталось только, извините, хреные свиные, что ли, маринованные продавать. Хотя ушки свиные 60 рублей за те же 100 грамм. То есть, представьте, уши свиные 600 рублей килограмм. Боже мой. Есть еще один вариант. Поехать шашлычку взять. Я же говорил, передача будет про здоровье. Шашлык из свинины. Что это такое? Да вы никогда не ели его. Помните песенка Трофима? И шашлычок под коньячок. Вкусно очень. Это он про город Сочи. Да, мы ездили на Кавказ. Но на Кавказе никогда шашлык традиционный не делали из свинины. Там были курдючные бараны. Так вот, шашлык из свинины – это просто идиотизм. Потому что свинина, она полезна. Знаете, кому она детям полезна? То есть, почненькая свининка и холестерин очень хорошо растят молодое поколение. До определенного возраста. Потом, конечно, холестерин тоже нужен. Но, опять же, он нужен постный. Если вы часто едите жареное мясо, то это прямой путь к онкологическим заболеваниям. Вы не знали, да? Но, опять же, новые сведения, подчеркнутые из интернета. Мало того, сейчас будет совсем тяжело. Помните про калькулятор? Давайте посчитаем. То есть, шашлычок стоит, грубо говоря, 270, может быть, 300 рублей. Вы платите за 200 грамм мяса. Больше? Да это вряд ли. Никто вам больше не наложит. Теперь, ну, просто возьмите, пересчитайте по порции элементарно. То есть, вы, опять же, какой головой ударились, когда берете шашлык, в котором исходное мясо получается 1500 рублей килограмм. Причем, это далеко не всегда вот эта вот вырезка, которой вырезка и не является вырезка. Это небольшой кусочек мяса. Вы его, кстати, можете купить себе. Заедете в метр, посмотрите, сколько реально стоит. Так вот, этот кусочек мяса, он располагается от хребтины до того самого места, которое я только что не называл. По внутренней части. То есть, достаточно небольшой, но дорогой кусок. Теперь, в следующий раз покажу. Есть вариант пицца, нельзя не отравиться. Я просто присутствовал и пиарил в свое время эти пиццерии. Дело в том, что ни одной пиццы нормального образа и понятия у нас в России не делается. Я бы делал бы эту пиццу вместе с кафе Советский Союз, но будете ли вы брать ее за 1000 рублей за вот такой блин? Тогда там будет много всего. И колбасы, и сыра там будет много, и грибов там будет много. Это будет настоящая пицца. А то, что в вашей пицце находится, я вам скажу честно, там максимум 100 грамм соевой колбасы, один помидор, и то вряд ли. Вот, ну и там различная ерунда. То есть, себестоимость пиццы за 250 рублей, это ну максимум 50 рублей. Нормально, да? Какую диаспору кормить будем? А, тогда у нас возникает вариант. А другого варианта и нет. Как я люблю этот замечательный Макдональдс. Вот эта формула успеха называется. Поехал, взял чекушку, заехал, взял гамбургер, чизбургер, и попробовал у пиццы. Это, кстати, самое честное блюдо в Макдональдсе. Итого 72 рубля. То есть, гамбургер 31, чизбургер 41 рубль. Вот, что касается Макдональдс. Ну, по чесноку, да. Макдональдс на вот этих мелочах не зарабатывает. Макдональдс зарабатывает на Кока-Коле и на картошке. Тоже, блин, пасхальный. Посчитайте, сколько там картофеля на дна нарезанная стоит. За такую сумму можно купить 5 килограмм картофеля. Есть, по-моему, неделю. Вот, в остальном, честная и порядочная булочка, котлеточка. И вас дождалась та красавица, которой вы обязательно треснете. И по вторая пошла. И под гамбургер. Да не один я такой умный. Могло быть, должен был. И прибил. Весь вот тот идиотический фастфуд, который я вам перечислил. Потому что реально удобно. 72 рубля, и ты король. Люди так и делают. Вечером, посмотрите, в драйвы. Подъезжают, 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 подъезжают. Это тот вариант, чтобы выпили и, ну, поймав легкую балду, прибежали домой. Потому что дома самое интересное начнется. Отлично заходит. Сколько времени я ем? Фастфуд. Две минуты. А дома начнется самое интересное. Дома найдется то, что Надик называет Хастфуд напала. Потому что вот это все растворится вот в этом. И сегодня, и сейчас решили немножко помочь тем, кто хочет реально покушать. И для этого открыли ресторан, ну, или кафе Советский Союз. И вот здесь есть у нас любимое дежурное блюдо под названием самса. Сейчас мы попросим ее в студию. Так вот, что такое самса? Я специально уберег и не съел вот этот чизбургер. Великом. О, спасибо большое. Чизбургер, да? Нет, вопросов нет. Вообще, гениальное изобретение. Чизбургер и самса. Видите? То есть, булочка, булочка. Давай сюда еще гамбургер положим. А это примерно те же самые деньги. Если вы не сможете плавно вывести из организма, то есть вариант с красным вином. С красным вином творятся вообще полные кошмары. Потому что красного вина в жизни вы тоже можете выпить немного. Дело в том, что вот меня попросили не рассказывать. А я как-то был на забойном цеху. Вот. То, что там происходит, ну, вещи такие не совсем приятные. И после этого колбасу не будете есть на минимум 2-3 недели. Потом, конечно, съедите. А вот я был еще там, где производят наше разливное вино. Это вообще очень сложно. Если вы покупаете бутылку и видите там, что разлито в России, то, во-первых, потратили деньги зря, во-вторых, ну, надо не покупать такое вино. Дайте, пожалуйста, винишко. То есть мой вам дивный совет. Как все-таки брать вино? Огромное спасибо. Вот. Вино не должно отбивать спиртом. Раз. На бутылке с вином не должно находиться кириллица. Потому что, если розлито и сделано для, то это, извините, разбодяжено, ибо вас травить. Вот. Так что выбирайте. Вот. Но есть вариант молдавских вин. Тут все сложно. Я вызвал обязательно свою родню. Вот. Она мне покажет, что конкретно можно пить. И тогда я вам действительно покажу, что можно пить. Я останавливаю свой выбор на хороших сухих аргентинских винах. Они дорогие. Вот. Они сделаны в тетропаке. Вот. На них отсутствуют кириллицы. На них приклеены наклейка. Кстати, не так давно это было. Я про открытие сию рассказал своему другу Косте Ершеву. Вот. Он меня переспросил. Ну, типа, до Магнитогорска долго доходит? Я говорю, ну, что же делать? Долго доходит. Вот. Что надо пить. То есть. Продолжаем мы наш банкет. Вот шикарное сухое вино. Дайте, я тебя съем. Под самсу. Да, я, конечно, тебя на кушу. Самса от кафе к советскому шлюзу возвышается своей честностью. Вот. Видите? Количество мяса. Иди сюда, мой дорогой. Количеством мяса в чизбургере. Я попробую так сок вылить. И вот так сок я полью. Цена вопроса. Как? Два чизбургера. Но. Свежак. Вы представляете, после этого вы подъехали сюда. Посидели нормально. Кстати, она отлично самса под водочку взлетает. Вы ничего не подумайте. Чтобы завтра через 12 часов спокойно сидеть за рулем, можно выпить 250 грамм водки и засадить витренно, если у вас хорошая печень. И тут возникает вопрос. Как это сделать? Для жителей Ленинского района, да и Правобережного в том числе, вопросов нет. Кафе Советский Союз. Московская 5. Я вообще не понимаю, кафе во всем мире нет понятия. Кафе здесь ресторан. Но если я поеду вывеску в ресторан, то придут и будут смотреть. Как же это не ресторан. Не хочу я, чтобы у вас здесь деньги пропадали. Запонты кривые. Не должно быть. Все должно быть дешево. То есть самса 80 рублей. Бутылка вина 180 рублей. А что для жизни-то надо? Девочки? Как девочки-то это место любят. Потому что здесь отличная музыка. Здесь девочек любят. Ничего и потому, что это украшение нашей жизни. Почему нет? Вот. Нет, они не будут приставать. Дело в том, что пока девушка не захочет, но кабель не вскочит. Это нормально. демократия называется. Кафе, точнее ресторан, место отдыха. Давайте так назовем. Советский Союз с должным антуражом. Работает каждый день. Дискотека здесь каждый день. Вход абсолютно бесплатный. Ну, пока мы не набили клиентов. Вот. И мужская половина здесь может быть всегда окружена добром и заботой. Если она не начинает бушлатиться и ведет себя должным образом. Ну, то есть щедрые чаевые. Хороший столик. Вот. Может быть, членство в клубе. Кстати, членство в клубе стоит всего 1000 рублей в месяц. За это вас забирают со стоянки, вы здесь отдыхаете и доводите до дома. Пуркуаба-Нипа. Где такая халява вообще возможна? Только здесь. Потому что это Советский Союз. Это место, где мы жили спокойно и отдыхали. Вот. Так что как-то так получается. Наконец-таки благодать спустилась и на грешную магнитогорскую землю. Почему грешную? Надо было когда-то, чтобы это случилось. Чтобы появилось место, где хозяин не собирается с вас получать деньги. Дело в том, что у хозяина есть и квартиры, и очень много машин, и дом есть. Он просто хочет, чтобы здесь люди зарабатывали деньги или отдыхали. Это очень хорошо. Отдыхали вместе с вами. То ли это горшок зовет, то ли это мой друг собирает сюда приехать. А почему нет? Если есть возможность хорошую водочку пить, винцом поправить для здоровья и все под самсу. Да, Андрюш, слушаю тебя. Да, работаем. Да, я тут. Давайте приезжайте. Вот и касса приехала. Ну и самое приятное для тех, кто истосковался в поисках места недорогого отдыха. Для тех, кто устал от тупоголовых диджеев, хауза и попсятины. Для тех, кого корежит от визга мистючковых певцов и национального разрывающего уши колорита. Здесь, на Московской 5, в клубе Советский Союз не прожаривают мозги, а плавно так расслабляют напряженную атмосферу. То есть есть реальная возможность отдохнуть, когда другие места вам обрыдли. Редактор субтитров А.Семкин